Это Хабар 24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном и интересном к данному часу в студии Батагос-Саркулова. Вторые сутки в Казахстане продолжает снижаться число новых случаев заражения коронавирусом. Чуть более 2000 новых заболевших за сутки. Наибольший прирост остается в Алматы. Там вирус выявлен у почти 600 человек. Следом идет столица. Плюс 337 инфицированных. 586 казахстанцев с ковид находятся сейчас в тяжелом состоянии. Сразу три школы в Мангостауской области закрыли на карантин. Учебные заведения вновь перевели на дистанционный формат. Это Ахтауские IT-лицеи и школа номер 7, а также одна из школ Мангостауского района. Известно, что коронавирус сначала подтвердился у четверых педагогов. Позже заболевания выявили еще у троих их коллег. Принятые меры помогли избежать массового заражения, говорят санврачи. На карантине школы будут находиться до 22 апреля. Из-за ухудшения эпидситуации и роста числа зараженных сразу 9 дневных блокпостов выставили в Коксусском районе Алматинской области. Их установили на въездах и выездах. С 8 утра до 8 вечера там дежурят сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. Согласно постановлению районного санврача, внутри сел действует запрет на перемещение группами более трех человек, со исключением членов одной семьи. Людям старше 65 лет выходить на улицу не рекомендуют. Отмечу, с начала апреля в Коксусском районе выявили уже 128 случаев заражения коронавирусом. По Коксусскому району увеличила заболеваемость в апреле месяце до 142 случаев на сегодняшний день. Если в марте текущего года заболеваемость у нас было 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией, то первой неделе апреля только у нас зарегистрировано 84 случаи. При росте увеличен с 1,6% до 2,2%. Районный штаб, межведомственная комиссия вынесла решение об установлении 9 дневных постов. Тем временем в Казахстане продолжается иммунизация населения против коронавируса. Лидирует по темпам вакцинации Алматы. Там на сегодня привили почти 86 тысяч человек. А вот в Павлодарской области первый компонент спутниковей получили более 15 тысяч жителей. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения региона. Вакцину от COVID-19 там можно получить в 74 прививочных пунктах. При необходимости их количество планируют увеличить. Для этого будут использовать и общественные места. Напомню, регион входит в желтую зону по темпу распространения вируса. За минувшие сутки там выявили еще 57 инфицированных. Чтобы не допустить нагрузки на систему здравоохранения, с 15 апреля в области усилят ограничительные меры. Более 4,5 тысяч человек привились в столицы за последние сутки. Самому возрастному из них 90 лет. Об этом сообщили в городском управлении общественного здравоохранения. Напомню, накануне в мегаполисе приступили к вакцинации всех желающих. Для этого количество прививочных пунктов довели до 100. Для ускорения темпа вакцинации один из них открыли на территории торгово-развлекательного центра. Под него переоборудовали каток. Получить вакцину от COVID-19 там могут больше 300 человек в день. Записываться на процедуру не нужно. Все в порядке живой очереди. Самое главное, чтобы у вас при себе было удостоверение личности. Отмечу, работает передвижной пункт без выходных с 10 утра до 10 вечера. Прививают пациентов спутником ВИП. При этом второй компонент препарата можно получить в другом месте. На сегодня иммунизацию прошли около 34 тысяч жителей столицы. Напомню, вакцинацию населения от коронавируса в Казахстане пока проводят только российским спутником ВИП. Препарат двух компонентный. И сейчас на своих экранах вы видите данные Минздрава. Сколько человек привились первым компонентом. На сегодняшний день это 384 323 казахстанца. В Атераусской области на сегодняшний день провакцинировали 8 998 человек. Несмотря на то, что регион находится в красной зоне, по темпам вакцинации он отстает от других областей. Для активизации процесса там запустили колл-центр. По номеру горячей линии, который вы видите на экранах, можно задать все интересующие вопросы о вакцине, узнать о наличии препаратов в поликлинике, а также получить консультацию перед получением прививки. Работает колл-центр ежедневно, без выходных с 9 утра до 6 вечера. Отмечу, за последние сутки прививку от коронавируса получили 934 жителя области. Тем временем 90% рабочих нефтедобывающих предприятий Казахстана отказываются от вакцинации на Тенгизском месторождении. К примеру, это тормозит строительство завода. Об этом сообщил председатель Президиума Союза нефтесервисных компаний Рашид Жекцелыков. Он считает, что одна из причин отказа от прививки – комфортные условия на объектах для вахтовых сотрудников. Они получают надбавки к зарплате, если проводят в командировке больше положенного по Трудовому кодексу времени. Перед тем, как заступить на смену, рабочую неделю проводят в изоляции. Как отмечает Жекцелыков, вакцинироваться в этом случае для них невыгодно, так как не будет повышенных коэффициентов. Отмечу, что на объекты нефтедобывающих компаний уже доставили около 90 тысяч доз препарата. А с завтрашнего дня всех пассажиров, не имеющих на руках отрицательный ПЦР-тест, не будут допускать на борт воздушного суда. В новом постановлении главного государственного санитарного врача уточняется, что речь идет об авиарейсах из-за рубежа в Казахстан. Ранее, прежде чем отправиться в нашу страну, обязательное тестирование касалось только иностранных граждан. О ситуации в мире. Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Сохранятся только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом. По заявлению российского вице-премьера, официальной причиной такого решения стала плохая эпидситуация в Турции. По данным туроператоров, в ближайшее время в Турции планировали провести свой отдых более 500 тысяч россиян. А общая стоимость забронированных туров превысила 32 миллиарда рублей. Это почти 180 миллиардов тенге. Из Турецкой республики наши сограждане привозят самые разные мутировавшие штаммы. Эпидемиологическая обстановка в Турции продолжает осложняться с первой декады марта. И, к сожалению, на сегодняшний день приостановление темпов прироста мы не отмечаем. Американская вакцина Pfizer, которая используется в странах Европейского Союза, резко подорожала. Об этом заявил премьер-министр Болгарии. По его словам, закупочная стоимость препарата сначала была 12 евро, потом 15. Теперь подписываются контракты на поставку 900 миллионов доз по цене 19,5 евро. Договор с Pfizer, отметил политик, рассчитан до 2023 года. СМИ отмечают, что по контрактам с производителями Еврокомиссия отказывается раскрывать стоимость закупленных вакцин. Брюсселе пока не прокомментировали высказывания болгарского премьера. Миллион 909 тысяч граждан Бельгии смогли получить первую дозу прививок от коронавируса. Это позволило королевству войти в первую десятку европейских стран по темпам вакцинации. Если всего месяц назад объемы поставок были очень низкими, то сегодня в страну завезено уже свыше двух миллионов доз вакцин от трех производителей. Это Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Теперь этот список дополнила и четвертая вакцина – американская Johnson & Johnson. В отличие от других, эта вакцина требует только одной инъекции. Напомню, вакцинация в Королевстве проходит поэтапно, по приоритетным группам, то есть пока привиться может не каждый желающий. В первую очередь вакцинировали пожилых людей старше 75 лет – врачей и сотрудников медучреждений. Сейчас на прививку приглашают граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Защищая себя, я защищаю своих близких, родителей и коллег. Это ускорит процесс возвращения к нормальной жизни. И я смогу позволить себе то, что пока недоступно мне во время пандемии. И для меня это большой бонус. Я очень рада получить прививку и хотела бы, чтобы все сделали то же самое. Мне уже 73, и я хотела бы радоваться жизни без ограничений. С вакциной мы становимся свободнее. Я сделала это, чтобы поскорее увидеть своих близких и друзей. А в Гонконге ослабят коронавирусные ограничения, но только для вакцинированных граждан. Таким образом, местные власти надеются ускорить темпы иммунизации населения. Привитым от коронавируса разрешат посещать пабы, рестораны, а также больницы. При этом список послаблений будет дополняться, отметила глава администрации Гонконга. Отмечу на данный момент, привиты около 8% жителей 7-миллионного мегаполиса. Прежде всего, мы используем вакцинацию как основу для облегчения мер социального дистанцирования и пограничного контроля. Если граждане привиты, они могут ходить в рестораны, кафе и другие общественные места. И снова протест. В Риме очередная демонстрация против антиковидных ограничений закончилась дракой с полицией. Сотни рестораторов и мелких торговцев собрались у здания парламента, требуя отменить указ, запрещающий им работать. Некоторые улицы были перекрыты, но избежать столкновений не удалось. Протестующие кидали в полицейских бутылки и петарды. Тем, в свою очередь, пришлось применить силу, чтобы разогнать разъяренную толпу. Итальянские власти продлили ограничения как минимум до мая. Предпринимателям были выплачены десятки миллиардов евро помощи. Но это, по их словам, недостаточно, чтобы удержать бизнес на плаву. В испанском регионе Мурсия вновь открылись школы. Правда, занятия проходят на свежем воздухе под шум морских волн. Начинаются уроки ранним утром и длятся до обеда. Такая нестандартная методика обучения пришлась по вкусу и педагогам, и школьникам. Дети рады провести время на пляже с друзьями, а педагоги меньше беспокоятся о санитарных требованиях. Мне здесь очень нравится. Я с друзьями вместе. Я очень люблю пляж. Поэтому это лучше, чем занятия в классе. И еще о событиях в мире. В Японии решили сбросить в Тихий океан воду с аварийной АЭС Фукусима-1. По словам премьера, сброс необходим для утилизации поврежденных реакторов. А процесс подготовки к сливу займет два года. Власти успокаивают. Почти полтора миллиона тонн воды, собранные в резервуары после аварии 2011 года, уже очищены. И после финальной обработки она не будет представлять опасности для окружающих. Против решения чиновников выступают местные жители, а также Южная Корея и Китай. Но в Токио заверили, что будут тщательно следить за соблюдением безопасности. Тропический циклон обрушился на западное побережье Австралии. Из-за разгула стихии десятки тысяч людей остались без электричества. Сильный ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья. Так в городе Колбари пострадали 70% всех сооружений. Шторм, к слову, утих, но в регионе продолжаются дожди. Информации о погибших или серьезно пострадавших жителях не поступало. Теперь местным властям потребуется несколько дней, чтобы восстановить линии электропередач. И вернемся к событиям в нашей стране. На востоке Казахстана введен режим повышенной готовности к паводкам. Идет активное таяние снега. За водоемами ведется круглосуточный мониторинг. В регионе уже близки к критическим отметкам уровней воды в реках Глубочанка и Красноярка. Наиболее сложная ситуация может возникнуть в Катун-Карагай, Глубоком, Бескарагай и в районе Алтая, отмечают в ДЧС. На готове почти 2500 единиц спецтехники. Открыто 106 пунктов эвакуации. К примеру, в городе Алтай он расположен в одной из школ. В подспальные места отдано два спортивных зала. В них смогут разместиться до 80 человек. Есть договоренности с предпринимателями по обеспечению горячим питанием. Соблюдены и все необходимые санитарные требования. Сегодня в нашем эвакопункте есть комната матери и ребенка. Сегодня имеются два медицинских кабинета. Столовая на 120 мест, где мы можем в любой момент накормить людей нуждающихся. Имеется комната психолога. То есть все условия для проживания есть. В связи с отепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большая и Малой Алматинки, в горах Алматы сохраняется угроза схода снежных лавин. В ближайшие три дня спасатели рекомендуют быть предельно осторожными в горах и не выходить на заснеженные склоны. В Алматинской области из-за камнепада закрыли автодороги, ведущие на Тургенское ущелье и озеро Исык. По словам специалистов, его спровоцировали обильные дожди. Сейчас наведутся работы по расчистке и восстановлению дорожного полотна. Для любителей активного отдыха доступны только 4 километра от эко-поста Исык и 15 километров от Тургенского экологического пункта. Популярные малые и большие водопады и само озеро Исык в целях безопасности откроются только после 15 апреля. Спасатели просят туристов воздержаться от похода в горную местность. В североказахстанской области, точнее Акжарском районе, озадачены другим. Местные власти рассчитались с подрядчиком за недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс и теперь пытаются заставить фирму доделать работу до конца. Тем временем сельчане с нетерпением ждут, когда же этот спортивный объект распахнет свои двери. Репортаж Нургуль Ахметовой. В селе Талшик Акжарского района физкультурно-оздоровительный комплекс вроде как есть и вроде как его нет. Он построен, но работы выполнены не до конца, поэтому двери здесь почти все время закрыты на замок. Площадь этого физкультурно-оздоровительного комплекса больше 2000 квадратных метров. Здесь несколько спортивных залов, борцовские, волейбольные, тренажерные, теннисные. Но пока что все это остается недоступным для местного населения, потому что фактически работы здесь не завершены. ФОК начали строить в 2018-м. За полтора года из бюджета на эти цели было выделено 324 миллиона тенге. Выполнить в срок все виды работ подрядчики не успели, но незавершенный объект Акимат все-таки принял в эксплуатацию. В декабре месяце 2019 года объект должен был ввести в эксплуатацию, но подрядчик не успел завершить все виды работ. Тем самым написал гарантийное письмо, что завершит до 20 января 2020 года. И также, так как эти средства были с республиканского бюджета, необходимо было освоить средства. Всю сумму перечислили и ввели в эксплуатацию объект. После чего гарантийное обязательство он не в полном объеме выполнил. Руководитель подрядной фирмы пояснил, что строительство спорткомплекса затягивалось из-за проблем с финансированием. Мол, почти целый год средства не выделялись, а за это время стройматериал подорожал. На все необходимое оборудование денег якобы не хватило. Проект был не полностью доработан. То есть, нами было дополнительно выполнено монтаж металлических конструкций. И дополнительно было выполнено демонтаж старой конструкции, там полностью вот эта площадка вся. Вот эти работы, они не были включены в смету. Плюс по проекту не была предусмотрена сама котелька, чтобы ослевать здание. И вот представьте, мы вот это котельное все делали за свой счет. Недоделок здесь еще миллионов на 13, говорят в Акимате. В прошлом году власти подали в суд на подрядчика, чтобы он завершил работу. Но воз пока и ныне там. А местные спортсмены тем временем тренируются в небольшом зале и ждут открытия спорткомплекса. Ко мне на тренировки приходят около 50 юных спортсменов. Наш зал расположен в Доме культуры и места здесь маловато. Спорткомплекс вроде строили, но никак не откроют. Я заходил, смотрел. Нам было бы удобно там заниматься. Когда же все-таки откроют спорткомплекс, пока неизвестно. По словам подрядчика, средств на завершение работы у него сейчас нет. И решить проблему можно только при дополнительном финансировании. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Продолжаем выпуск. В столичном Акимате сегодня рассказали, почему дорожают продукты питания. С начала года цены на яйца выросли сразу на 10%, овощи подорожали на 7%, а мясо и мука первого сорта на 5%. Специалисты Акимата связывают это с пандемией. По их словам, ситуация с ковидом повлияла на удорожание сырья и транспортные расходы. Все это и привело к повышению цен. Прокомментировали на брифинге и стоимость подсолнечного масла, которая подорожала по всей стране. Для сдерживания цены на этот продукт столичный Акимат заключил фьючерсный договор с одним поставщиком. Теперь он поставляет масло по цене 460 тенге за литр. Планируется, что подобные договоры с поставщиками будут заключены и на следующий год. Хочу сказать, что у нас по городу реализуются два механизма. Стабилизация цен – это первое формирование стабилизационного фонда. И второе – это работа по оборотному механизму. К уборке урожая в теплицах приступили в Туркестанской области. Новый комплекс в Сайрамском районе готов поставлять овощи и на экспорт. Теплица заработала в прошлом году на 11 гектарах. Там культивируют сразу несколько сортов томатов. Благодаря новым технологиям местные фермеры смогли увеличить производительность. Так, с каждого куста они собирают примерно по 60 килограммов томатов в год. Отмечу, общая площадь теплицы в регионе составляет более 600 гектаров. Это почти половина от общереспубликанского показателя. Построена теплица по голландской технологии. Работают здесь 157 человек. В этом году мы планируем собрать 4000 тонны томатов. Половина урожая поставляется в Россию. Остальное отправляем на рынки Алматы, Нурсултана, Усть-Каменогорска и других регионов страны. Тем временем в хозяйствах близ Алматы впервые начали осваивать земли, которые пустовали много лет. Новые поля расположены недалеко от Капшагайского водохранилища. Этой весной участки раздали фермерам и теперь они сажают сахарную свеклу. Для посева выбрали французские семена высшего сорта. По словам специалистов, они хорошо адаптированы к местной почве и имеют высокую схожесть. Но прежде чем люди приступили к посеву, специалисты обучили их новым технологиям возделывания сельхозкультур. Рассказали, как сохранить плодородие почвы и защитить растения от вредителей. Для организации стабильного орошения полей местные власти отремонтировали пять насосных станций и выделили 250 тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене. Говорят, хозяйством литр топлива обошелся в 165 тенге, что на 35 тенге дешевле рыночной стоимости. Теперь фермеры используют каждый погожий день, чтобы осенью собрать богатый урожай. Техника у нас новая, получили удобрения. Надеемся, осенью будет хороший урожай. Если все пойдет по плану, то в будущем году увеличим посевы, освоим новые земли. Сегодня мусульмане Казахстана отмечают начало священного месяца Рамазан. Он начался накануне вечером и продлится до 12 мая. Все это время верующие держат пост. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в этом году ситуация отличается от прошлогодней. В 2020 мечети были закрыты для посещений. Теперь же в регионах, которые находятся в зеленой зоне, они открыты для заключения брака и молитвы с соблюдением санитарных требований. Граждане, желающие провести аузашар, могут обратиться в мечеть или раздать продукты питания нуждающимся. Ранее сообщалось о стоимости пожертвования фитр-садака и установили в размере 420 деньги. Мероприятия к священной ночи Хадр-Туна будут проводиться с 9 на 10 мая. Необходимо следовать указаниям, связанным с санитарными ограничениями. Если регион находится в зеленой зоне по темпам распространения коронавируса, то будут проводиться пятничные молитвы и таравих-намаз. В красной зоне эти обряды будут невозможны. Что касается еще одного ритуала аузашара, то будет позволено проводить его с числом участников не превышающего 50 человек. При этом регион должен находиться в зеленой зоне. С началом священного месяца рамазан казахстанцев поздравил Хасмужимар Токаев. Президент отметил, для мусульман это время духовного обновления и очищения. Глава государства также призвал граждан не забывать про угрозу коронавируса, соблюдать требования безопасности и выполнять рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана. Сотни мусульман совершают паломничество в священную Мекку. Обычно с начала месяца рамазан провести ритуальный обход вокруг Кабы, мусульманской святыни, приезжают тысячи людей. Но из-за пандемии их число существенно сократили. Власти Саудовской Аравии открыли границы только для тех, кто вакцинировался от коронавируса. При этом желающих совершить хадж обязывают соблюдать социальную дистанцию. А теперь о спорте. Казахстанки Зарина Диас и Ярослава Шведова провели первую тренировку в аргентинской Кордове. В пятницу сборная Казахстана предстоит встреча с хозяйками корта в рамках раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Сегодня наша команда проведет первое занятие в полном составе. Нашу страну на турнире также представляют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина. Игры должны были пройти еще в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии. Сначала на февраль этого года, а затем на апрель. Первая тренировка у нас прошла хорошо. Корды неплохие. Тут красный грунт. Мы в Чарльстоне играли. Мы с зеленого грунта перешли на красный. Красный лучше. В целом условия хорошие. Мяч довольно быстрый. Поэтому чувствуем себя хорошо. И еще о спорте. Возраст в форме не помеха. Необычное хобби китайских пенсионеров не может не вдохновлять. Жители Пекина занимаются бодибилдингом. Хотя некоторым из них уже за 80. Импровизированный зал они открыли своими силами еще 40 лет назад. И отказаться от любимого занятия их не смогла заставить даже пандемия коронавируса. Некоторым из мужчин спорт даже помог встать с инвалидной коляски. Членский взнос клуба любителей железа около 50 долларов в год. Но при этом студенты, безработные и лица старше 80 могут тренироваться бесплатно. Для нас это как клуб по интересам для пожилых людей. Кто-то читает газеты, играет в шахматы или просто разговаривает в группах. А нам нравятся тренировки. Мне уже 82 года. Занимаюсь я больше 20 лет. Когда мышцы развиты, то ты чувствуешь больше энергии. А это улучшает твое настроение. Если мы будем счастливыми, то и качество жизни будет высоким. Преимущество в том, что я не буду страдать от болезней. И не доставляю хлопот семье. И завершение выпуска. 12 редких магеллановых пингвинов вернули воды Атлантического океана после долгого периода реабилитации. Спасатели обнаружили птиц, изможденных от недоедания и анемии у берегов Аргентины. На территории этой страны обитает до 3 миллионов магеллановых пингвинов. Но их существование находится под угрозой из-за охотного промысла и нападений со стороны людей. К слову, известны больше всего эти птицы своей верностью. Они остаются с одним и тем же партнером до самой смерти. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова